Музыка со звуковой дорожки Здравствуйте, дорогие попутчики по звуковым дорожкам мирового кино. С вами Аркадий Зильберман. Рассказывая недавно о кинофильме «Девушка спешит на свидание», я вас познакомил с исполнителями главных ролей, со сценаристом, режиссером, оператором и даже художником. И перед тем, как перейти к музыкальной части фильма, я хочу поделиться своим недоумением, каким образом директором этой кинокартины стал Логанский. Директор картины в Советском Союзе – это финансовая должность. Это бухгалтер, который должен был удовлетворять все финансовые нужды фильма. Сейчас эта должность в России, как и во всем мире, называется исполнительный продюсер. А Логанский никогда не имел ничего общего с финансовыми или другими чиновничьими дисциплинами. Еремей Миронович Логанский, истинная фамилия которого была «Магазинер», был очень известным в те годы писателем-публицистом и драматургом. Его опереты, выдавили и пьесы ставились по всему Советскому Союзу, а его острые публикации регулярно выходили в огоньке. Логанский возглавлял Ленинградское отделение «Известий». Еремей Миронович погиб как военный журналист на Ленинградском фронте в 1942 году. Каким же образом он стал директором фильма «Девушка спешит на свидание», я не знаю. Вероятно, об этом никто уже не узнает. Мой друг шутил недавно, что у основных героев моих рассказов всегда есть настоящие имена. Довольно часто так и было, и мы с пониманием должны относиться к таким вещам. Фамилия Логанский больше соответствовала образу русского писателя, чем фамилия «Магазинер». Но я уверен, что следующие три героя фамилии не меняли. «Магазинер» 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 Музыкальную часть фильма я начну с того, что в конце XIX века в Одесском музыкальном училище учились два брата – Яков и Абрам Скомаровский. Старший Абрам был скрипачом, а младший Яков – трубачом. И если Абрам всю свою долгую и счастливую жизнь прекрасно играл на скрипке, то музыкальный вкус Якова стал для нас звуком эпохи в буквальном смысле этого слова. Когда-то давно я думал о том, как бывший артист цирка, начинающий чтец, музыкант и певец Леонид Осипович Утесов собрал и возглавил серьезный оркестр. Собрать, пробить, возглавить, создать репертуар – все это было в характере Утесова. Но ежедневно проводить репетиции с профессиональными музыкантами, создать звук и стиль оркестра мог только очень профессиональный музыкант. Этим человеком и был Яков Скомаровский. Именно он был музыкальным руководителем оркестра Утесова в конце 20-х, и именно со Скомаровским начал свою композиторскую деятельность Исаак Осипович Дунаевский. Время было еще послереволюционно-романтическое. Молодые творческие люди дерзали и добивались успеха. Вскоре Скомаровский возглавил оркестр радио, с которым Дунаевский записал всю свою гениальную музыку кинофильмом. Не выдам ничьей тайны, если скажу, что оркестранты в обоих оркестрах были большей частью одни и те же. Утесовский Тиа Джаз, как он тогда назывался, работал в жанре концертных спектаклей, имеющих собственные сценарии. А джаз-оркестр Якова Скомаровского играл ту же музыку, но в эстрадно-симфоническом исполнении для создания звуковых дорожек фильмов. Если фраза «ту же музыку» прозвучала не совсем понятно, то я приведу один пример. В начале 30-х годов большим успехом у зрителей пользовался спектакль Тиа Джаза Утесова с музыкой Дунаевского и в музыкальной подстановке с Комаровского. Музыкальный магазин. Музыкальный магазин – это отдельные музыкальные интермедии, которые менялись, но основные герои сохранялись. Это главный герой, музыкальный пастух Костя Потехин, его подопечные, роли которых играли люди, и потенциальная певица, а пока домработница – Анюта. Я думаю, что все, кто знает фильм «Веселые ребята», поняли, о чем я говорю. «Веселые ребята» «Веселые ребята» «Веселые ребята» Мы слушали о вертюру кинофильму «Веселые ребята» в исполнении оркестра Леонида Утесова под руководством Якова Скомаровского. История фильма – это шекспировская драма с соответствующими страстями. Но я сейчас об этом говорить не буду, потому что наша тема – это фильм «Девушка спешит на свидание» его создатели. И если джаз-оркестром, исполняющим музыку к фильму, и его руководителем мы немного познакомились, то исполнителя песни, обладателя чудного бархатного баса не все помнят. «Веселые ребята» «Веселые ребята» «Веселые ребята» «Веселые ребята» «Веселые ребята» «Веселые ребята» Мы слушали основную тему из фильма «Девушка спешит на свидание» в исполнении оркестра под управлением Якова Скомаровского и солиста Ефрема Флакса. Я думаю, что очень мало найдется людей, которым незнаком голос Ефрема Флакса. Его судьба могла бы стать сценарием фильма. Родившийся младшим ребенком многодетной еврейской материально обеспеченной семье, Ефрем с сестрой в сложные революционные годы попал в детский дом. С подростковых лет он физически тяжело работал. Шахтером в Донбассе, землекопом в Москве, гужевым извозчиком в Ленинграде. Флакс не думал об артистической карьере. И когда сестра и друзья уговорили его прослушаться в консерватории, уже очень голос был хороший, Ефрем несерьезно к этому отнесся и даже приехал туда на своей собственной телеге. Ефрем, которому учиться никогда толком не приходилось, провалил все, что можно провалить при поступлении в учебное заведение. Но вокальные данные оказались сильными, и Ефрема Флакса приняли на РАПФАК, то есть рабочий факультет, при Ленинградской консерватории, чтобы после двухгодичной учебы перейти к занятиям в самой консерватории. Но уже на первом курсе его услышал ищущий нужный голос Дунаевский. И с легкой руки Дунаевского голос Ефрема Флакса прямо с экрана вошел в народ. Флакс спел практически одновременно две песни, которые стали основными музыкальными темами двух всенародно любимых фильмов, вышедших в одном и том же 1936 году. Песню из фильма «Девушка спешит на свидание» мы уже слушали, а эту песню и представлять не надо. Песня «Девушка спешит на свидание» «Девушка спешит на свидание» КОНЕЦ 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 Думаю, что все узнали песню из фильма Семена Тимошенко «Братарь». Ефрем Флаг стал популярен в одночасье. С ним начал работать Александр Цфасман со своим оркестром. А вообще я мало ошибусь, если скажу, что почти все известные композиторы понесли Флагсу свои произведения. На примере Ефрема Борисовича я бы сказал, что умение тяжело и упорно работать, отбивать ли уголь на шахте или копать котлованы, очень полезно и будущему художнику. Певцу, артисту, музыканту или живописцу. Несмотря на свалившуюся популярность и количество записей, Ефрем Флагс продолжал упорно учиться, наверстывая недостаток среднего, а затем и высшего образования. Окончил консерваторию с отличием, остался в аспирантурии и впоследствии стал не только высокопрофессиональным классическим певцом, но и профессором Ленинградской консерватории. Естественно, в годы войны добровольцем ушел в народное ополчение, оттуда был отправлен на фронт и вскоре оказался в ансамбле песней и пляски Северо-Западного фронта. Именно Ефрем Флагс был первым исполнителем большей части известных всем песен военных лет и первых послевоенных. В его исполнении желали слышать свои песни Макроусов и Листов, Соловьев-Седой, Хренников и Блантер. Дмитрий Дмитриевич Шостакович считал Флагса одними из талантливейших певцов своего времени и писал, что многие композиторы обязаны ему особым артистическим подходом к их творчеству. Послушаем одну из многих песен, первым исполнителем которой был Ефрем Флагс. С берез не слышен небес, сон слетает желтый лист, Старинный вальс, осенний сон играет гармонист. Вздыхают, жалуясь, босы и словно забыти. Сидят и слушают бойцы, товарищи мои. Под этот вальс весенним днем ходили мы на круг, Под этот вальс краю родном любили мы подруг. Под этот вальс сломили мы ночей любимых свет, Под этот вальс грустили мы, когда подруги нет. И вот он снова прозвучал в лесу прихронтовой, И каждый думал и молчал о чем-то дорогой, И каждый думал о своей, припомнив ту весну, И каждый знал, дорога к ней идет через войну. Пусть свет и радость прежних встреч нам светит в трудный час, А коль придется в землю лечь, так это ж только раз. Пусть и смерть в огне, в дыму бойца не устрашит, И что положено тому, пусть каждый совершит. Так что ж, друзья, коль наш черед добудет сталь крепкат, Пусть наша дружба не заврет и задрожит рука. Настал черед, пришла пора, идем, друзья, идем, За все, чем жили мы вчера, за все, что завтра ждем. Сверез не слышен небесом, слетает желтый лист, Старинный вальс, осенний сон играет горманист, Вздыхают, жалуясь босы, и словно забыти. Сидят и слушают двойцы, товарищи мои. Это была песня «В лесу при фронтовом», В исполнении ее первого исполнителя, Замечательного певца Ефрема Флакса. Я понимаю, что ушел далеко от темы фильма «Девушка спешит на свидание», Но я вам рассказывал о создателях фильма, И если мы заговорили о певце, которого незаслуженно забыли, То мое дело – напомнить о нем И дать о человеке по возможности больше информации. А что может сказать о певце лучше, чем исполняемая им песня? Ну еще и мнение людей, вкус и опыту которых мы доверяем, Совсем не помешает. В таком случае приведу слова композитора Соловьева Седова. Есть голоса, которые неотделимы от лучших лет нашей жизни. Для меня таким голосом навсегда остался бархатный бас Ефрема Флакса, Атлетически сложенный, с красиво посаженной головой, Жгучий брюнет с мефистофельским взглядом. Мне очень нравятся слова Соловьева Седова О голосах, которые неотделимы от лучших лет нашей жизни. Разное время, разные годы этих самых лучших лет У людей разного возраста. Но есть голоса, которые всегда будут ассоциироваться С каким-то хорошим временем. И еще одну такую песню Александра Цфасмана В сопровождении его оркестра Мы послушаем в исполнении Ефрема Флакса, Обладателя голоса из лучшего времени. Субтитры создавал DimaTorzok Мой друг вдали мелькают фонари, Бьется низко птица в небе ночной. Снова в сад весенний, под ветками сирени, Как прежде мы рядом идем. Все осталось так, как было, и цветы, и звезд огни. И меня ты любишь, как любила, счастливые дни. Пролетают предо мною птицы в темной вышине, Все, как было, только вдвое ты дороже мне. Мой друг вдали, в садах моей земли, В ярком летнем платье снилась ты мне. Вдруг тебя опять я с цветами в белом платье Увидел в саду, как во сне. Все осталось так, как было, и цветы, и звезд огни. И меня ты любишь, как любила, счастливые дни. Пролетают пред тобою птицы в темной вышине, Все, как было, только вдвое ты дороже мне. КОНЕЦ Теперь, если вспомнить, что речь шла о кинофильме «Девушка спешит на свидание» и ее создателях, То еще об одном человеке, не меняющем фамилию, Мы не говорили. Это Исаак Осипович Дунаевский. Пытаться рассказать о Дунаевском в одной программе Практически невозможно. И в данном случае не из-за крутых биографических виражей, А из-за очень богатого творческого наследия композитора. Хотя и биография Исаака Осиповича примечательна. Это биография очень талантливого человека. Окончив гимназию с золотой медалью, Дунаевский ровно через год после этого Получает диплом Харьковской консерватории. В 20 лет он композитор и дирижер Харьковского театра Синельникова. Если кто-то не знает, что это был за театр, То я скажу, что это был единственный в России провинциальный театр, Который не только не уступал, Но и превосходил по своему уровню императорские театры. Все актеры, о которых я вам рассказывал В связи с первыми звуковыми фильмами, Да и с фильмом «Девушка спешит на свидание», Прошли Харьковскую школу Синельникова. И Радин, и Леонидов, и Борис Петкер, А кто не слышал фамилии, Тарханов и Остужев, И Вера Федоровна Комиссаржевская, Которая работала в трупе Синельникова, Тоже в особых представлениях не нуждается. Татьяна Пельцер начинала свою актерскую деятельность В труппе Синельникова. Я так подробно рассказываю об этом театре, Чтобы вы поняли, в какой театр попадает 20-летний Дунаевский композитором и дирижером, И какие люди формировали вкус молодого человека. В 24-летнем возрасте Дунаевский становится музыкальным руководителем Московского театра «Эрмитаж». Его опереты «Женихи» и «Ножи» Идут в театрах Москвы и Питера. Но судьбоносным оказалось его сотрудничество С оркестром Леонида Утесова. Для Утесова Дунаевский писал музыку К спектаклю «Музыкальный магазин», О котором я уже рассказывал. Судьба Дунаевского решилась очень быстро, В три хода. Первым ходом, то есть шагом судьбы, Стало то, что кто-то из коллег сказал Утесову, Что неплохо бы сделать по спектаклю Музыкальный магазин «Художественный фильм». Да и вообще настало время Советских музыкальных комедий. Леонид Осипович, в то время обладающий Неуемной энергией и здоровым авантюризмом, Преодолевал чиновничьи кабинеты С проходимостью легкого танка. Но для организации фильма Ему не хватало режиссера, Способного снять музыкальную комедию. Опыта-то ни у кого не могло быть За неимением музыкальных комедий, А совсем недавно и самого звука. И тогда судьба делает второй ход. Кто-то из вездесущих Утесовских друзей, Имя которым «Легион», Знакомит Утесова с возвратившимся из США После творческой командировки Начинающим режиссером Григорием Александровым, Готовым снимать музыкальные комедии В голливудском стиле. И третьим шагом судьбы Стала дружба, возникшая между Будущим режиссером и Дунаевским. Александров и его муза Любовь Орлова Влюбились в музыку молодого композитора. И в результате Родился музыкальный фильм «Веселые ребята». После выхода фильма Фамилию Дунаевский узнали все. Но он попал в очень щекотливое положение. Об этом я вам расскажу сразу после этой песни. «Анюта, спой! Спой, Анюта!» «Пой, тебе говорят!» «Анюта, спой! Спой, Анюта!» «Анюта, спой, Анюта!» Ей хочется счастья добиться. Любовь нечаянно нагряет, Когда ее совсем не ждет. И каждый вечер сразу станет удивительно. Как хорош, и ты поешь. Ох, сердце, тебе не хочется покоя. Сердце, как хорошо на земле. Сердце, как хорошо, что ты такой. Скажи на земле, что ты умеешь так любить. Но ты умеешь так любить. Мы слышали Орлову и Утесова в первой части финала фильма «Веселые ребята». Этот финал стал серьезным испытанием для Нагевского. А произошло вот что. В спектакле «Музыкальный магазин» был только один герой – Костя Потехин. А все остальные герои были проходными. В том числе Анюта, работающая прислугой, но обладающая музыкальными способностями. И в первой половине фильма «Веселые ребята» Орлова такую Анюту и играет. Помните, она смотрит из-за забора на проход Кости со своим стадом, помогает ему разгонять животных, когда они влезли в дом. Орлова даже снималась верхом на быке. У нее был только один музыкальный номер, в котором она раскрывает свои тайные страдания по музыкальному пастуху Косте Потехину. Все, больше ничего для Анюты. Но Анютой-то была Орлова, и Александров пожелал сделать ее героиней. Разумеется, не вместо Утесова, а вместе с Утесовым. И в торжественном финале, через все музыкальные темы, они проходят уже вдвоем. Помните, после слов «Пой, Анюта» исчезает забитая горничная, на глазах обсыхают и собираются в прическу волосы, «Анюта Орлова надевает цилиндр и...» Мы сейчас слышали, как все это звучало, но я вам напомню, что этот образ был скопирован с Валентины Токарской в фильме «Марионетки». Скопирован, но не украден. После этого отрывка я вам поведаю, в чем же была щекотливая ситуация, в которой очутился Дунаевский. Ах, меня жить и любить помогает, Она как руки зовет и ведет. И тот, кто с песней по жизни шагает, Хоть никогда и нигде не пропадет. Ах, меня жить и любить помогает, Она как руки зовет и ведет. И тот, кто с песней по жизни шагает, Хоть никогда и нигде не пропадет. И тот, кто с песней по жизни шагает, Хоть никогда и нигде не пропадет. Мы можем в песне сияться, как дети, Среди любого труда. Все в лесах небе родились, как дети, Субтитры создавал. Песня на земле и в лесах небе родились, И тот, кто с песней по жизни шагает, И тот, кто с песней по жизни шагает, Хоть никогда и нигде не пропадет, И тот, кто с песней по жизни шагает. Мы прослушали финал фильма «Веселые ребята». Если вы заметили, Основную тему фильма, с которого он начинался, Легко на сердце от песни «Веселый», И которую пел герой Утесова, В конце фильма герои заканчивают уже вдвоем. Притом Утесов марширует в сопровождении Своего оркестра, потрепанного после баталии, А Орлова в своем цилиндре с пером И завернутая в загадочную бархатную занавеску, Возглавляет оркестр моряков. Я вам уже говорил когда-то, Что Любовь Петровна была очень невысокого роста, И зрелище спускающегося по лестнице оркестра Во главе с крошечной, как статуэткой Орловой, Определило финал фильма. Советский зритель был покорен, А Утесов зол и разочарован. Он был против того, чтобы превращать роль Анюты В героиню, и говорил об этом Дунаевскому. Он просил его не писать дополнительные партии для Орловой. А Александров же, наоборот, убеждал Исаака Осиповича Уделить особое внимание Орловой, Чтобы хоть в конце фильма вытянуть ее роль. Ведь в сценарии, как вы понимаете, Многое не было прописано. И вот Дунаевскому следовало принимать решение. С одной стороны, этика не позволяет ослушаться Утесова. С ним он работал до начала съемок фильма. И с другой стороны, Дунаевский понимал, Насколько обогатится фильм, если появится героиня. Тем более Орлова, обладающая прекрасными вокальными данными. Да и с бытовой точки зрения, Дунаевский понимал, Что всемогущий в то время Утесов, Если настолько ревник к славе, То может оказаться очень опасным в обиде. Но победил профессионализм. И Исаак Осипович сделал то, Что посчитал необходимым для кинофильма. Когда думаешь о том, На чем порой основаны были результаты трудов, Потребителями которых были десятки миллионов зрителей, То становится обидно и за зрителей, И за художников, Которых подводили самые непотребные человеческие слабости. И наш рассказ достойнейший из примеров. Если бы не глупая ревность к чужой славе, То сколько музыкальных произведений Было бы написано Дунаевским для Утесова и его оркестра. А вы знаете, Сколько людей на творческих вечерах И выступлениях Любови Орлова и Утесова, Которые, конечно же, проходили раздельно, Мечтали увидеть их вместе, Как в любимом фильме. А нет. Славу не поделили. Мне кажется, что кроме ревности к славе Была еще какая-то ревность. Зная о не совсем пуританской репутации Двух красавцах-лавеласов, Александрова и Утесова, Я думаю, что возникла некая соревновательность И в этом плане. Но в результате пострадал доверчивый И восторженный зритель. Да и артисты тоже. Утесов сторонился Григория Александрова с Орловой, Вместо того, чтобы сняться с ней в паре фильмов, Очень ожидаемых зрителям. А Александров не нашел ничего лучшего, Чем переозвучивать всю роль Утесова. И много лет герой фильма Костя Потехин Пел голосом Владимира Трошина, Который сам был поклонником старого фильма И не восторгался идеей переозвучивания. С большим трудом фильм вернули К первоначальное состояние в 70-е годы. Александров сам принимал в этом участие, Хотя он так старался когда-то Избавиться от первоначального материала. Но это отдельная история. Очень дорогая для меня. Потому что мне довелось И с Трошиным в театре вобщаться, И у Григория Александрова дома побывать, Как раз по поводу восстановления веселых ребят. Но возвращаясь к страдальцам От чужих страстей и слабостей, Нужно отметить, что Дунаевский К этому клану тоже присоединился. Он мог бы написать еще много спектаклей, Подобных музыкальному магазину, Но Утесовский ультиматум Я или они поставили Дунаевского В условия выбора. А Исаак Косипович не хотел ни с кем ссориться. Он хотел творить для всех. Иногда для записи музыки Он сам дирижировал оркестром, Если ему казалось, что его замысел не понимают. И даже пел. Я думаю, что мало кто слышал пение Дунаевского. А я вам сейчас представлю такую возможность. Я помню чудное мгновенье Передо мной явилось ты Как мимолетное виденье Как пение чистой красоты Вы слышали голос Исаака Осиповича Дунаевского. Это он пел для кино. А иногда даже появлялся в кадре, Хотя именно эти кадры потом вырезали. Но в фильме «Весна» есть эпизод, В котором два фотографа Снимают Орлову для фотопроб. Один из фотографов и есть Дунаевский. Любовь к кинематографу победила И выбор был сделан. Дунаевский его делал, Основываясь только на творческих приоритетах, Не политических, Но он оказался правильным. Он не мог предполагать, Что отец народов Несколько раз подряд Посмотрит фильм на даче Хохоча до слез. Что Горький даст Самые положительные отзывы о фильме. А дальше пойдут и цирк, И «Волга-Волга», И «Светлый путь», А значит, почеты, награды. Но ведь все заслуженно. И оказавшись музыкальным символом эпохи, Исаак Осипович лишил себя права На творческие ошибки И приобрел большое количество Завистников и недоброжелателей. Ведь не каждый композитор Мог быть избран в Верховный Совет СССР За свои музыкальные способности. И, кстати, даже фамилию Дунаевский Сыну Исаака Осиповича Максиму Разрешили дать особым решениям правительства. Исаак Осипович был женат, Но полюбил балерину Зою Пашкову. У них родился сын Максим, Которому было 10 лет, Когда умер Дунаевский. И тогда друзья композитора Добились через партийные Правительственные инстанции, Чтобы ребенок носил фамилию отца Именно из-за своих необыкновенных Музыкальных способностей. Оказавшись музыкальным символом эпохи, Исаак Осипович лишил себя права На творческие ошибки. Приверженцы классической строгости В союзе композиторов Старались внушить тем, Кто наверху, Что Дунаевский композитор Легкого жанра, Что его музыка очень мелодичная, Милая, но не классика же. Мнение спорное и, мягко говоря, Несправедливое. И музыка Дунаевского К кинофильму Дети Капитана Гранта, Которую мы сейчас послушаем, Яркое тому свидетельство. Музыка Дунаевского 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 Мы прослушали овертюру Дунаевского кинофильму «Дети капитана Гранта». Прекрасное симфоническое произведение большого накала и темперамента. Если кто-то подумал, что я просто ничего не понимаю в классической музыке, а лезу с комментариями, то сразу предупреждаю, что процитировал только что слова Шостаковича. А он такие похвалы не расточал напрасно. Интересно, что когда Говорухин только задумал снимать фильм в поисках капитана Гранта, все, кто слышали о его планах, осторожно спрашивали о музыке к фильму. Кто, мол, будет с Дунаевским состязаться? Вроде в шутку. Ведь у нас не принято было в новых вариантах старых фильмов использовать что-то из старых. Но у Говорухина был тот же синдром, что и у всех. При словах «Дети капитана Гранта» в голове начинала звучать музыка. Независимо от того, говорили о книге или о фильме. И режиссер пошел на беспрецедентный для нашего кинематографа шаг – сохранить музыку Дунаевского. Говорухин был вознагражден за свое решение еще до начала съемок, потому что те, кто слышали от него о музыке Дунаевского, встречали это сообщение с умилительным восторгом. С каким я слушаю обычно этот вальс из фильма «Дети капитана Гранта». И перед тем, как мы его прослушаем вместе, я хочу вас призвать подписываться на каналы Тивинет и смотреть старое хорошее кино. Встречи со старыми вечными друзьями всегда полезны. Мы знаем их недостатки и достоинства. Иногда мы видим, что они, как и мы, не успеваем за временем. Но их наивная вера в нас, как в зрителей, побеждает все, и мы проникаемся теплом и любовью, вложенной в эти фильмы их создателям. А с вами был ваш гид и попутчик по звуковым дорожкам Аркадий Зильберман. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал 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 DimaTorzok